МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управлений, предложений, приветов. Ну и, конечно же, разыграем парочку интересных призов, а именно билеты в театр и билеты в цирк. Я думаю, за такими призами стоит поохотиться. Поэтому следите внимательнее, и тогда вы станете тем счастливчиком, который получит эти замечательные призы. Что ж, сегодня мы назвали нашу тему очень интересно. Фото лето. Действительно, очень много интересных проектов пройдут в Самаре. Ну, не только даже в Самаре, кстати, за пределами нашего города, которые связаны с фотосессиями. Кстати, фотопроект – это что-то, какое-то некое отличие от фотосессии. Чем же отличается фотопроект от фотосессий обычных? Собственно говоря, поговорим с нашими гостями, которые нам ответят на наши все вопросы, волнующие нас. Итак, я вам представляю у нас сегодня в студии Анастасия, руководитель Самарского отдела Fashion Project. Собственно говоря, фотопроекты, которые организуют у нас в Самаре. Здравствуйте, Анастасия. И Павел, ведущий фотограф этого проекта. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, чем же вообще отличается ли фотопроект, как вот сейчас, да, это модное слово, действительно, очень много интересных каких-то планируется идей, от фотосессий, которые, ну, привыкли люди к которым уже? Ну, отличие, конечно, есть, потому что фотосессия – это как бы контакт модель и фотограф. А фотопроект, то есть это модель, фотограф, визажист, парикмахер, костюмы, локации – это все как бы в одной коробочке в такой находится. То есть… Какая-то определенная идея, которая долго вынашивается. Да, и тематика. Тематика одна, под которой, собственно говоря, модель соглашается, да, и это, понимаете, участвовать. Хорошо, а как вообще давно такое веяние именно фотопроектов появилось? Ну, вообще, скажем так, в России и в Самаре? Как фотографы, как люди, связанные с этим, сможете как-то отследить? Так, ну, вообще-то, как бы, не могу сказать, но так в Самаре вот зашли, наверное, полтора год назад. Именно вы появились, по крайней мере? Ну, в Самаре, да, были одни из первых. Одни из первых? А, хорошо, что планируется, давайте уже по существу говорить, что планируется на ближайшее время, какие фотопроекты интересные, ну, которые хотелось осветить, которые хотелось позвать к сотрудничеству, призвать? Авиатор, да? Да, авиатор — это проект с самолетиками, очень интересный, то есть будет именно настоящий самолет, а то девушки всегда спрашивают, это что там, монтаж, да, картонный, да, нет, будет настоящий самолет, то есть если делаем там фотопроект с машинами, то машины настоящие, мотоциклы настоящие, то есть, как бы, вот еще будет фотопроект с байками, то есть, да, тоже такая тематика интересная, у нас Павел любитель как раз байков. Ну и самолетики, знаете, на самом деле, буду ли я права, если скажу, что все-таки фотопроекты, фотосессии, ну, по большой степени именно увлечение девушек? Да. Да, хорошо, но все-таки байки и самолеты — это не совсем женское дело, почему они, как бы, девушка хочет себя попробовать в разных ампулах, как бы, и поэтому, почему бы и нет? Стюардесса, пилот. Стюардесса — это, мне кажется, вообще фантазия многих мужчин, но и многих женщин, многих девушек тоже хочется себе примерить костюмы и образ стюардессы. Приходите к нам на проект. Хорошо, что уже было? У нас есть несколько фотографий, фотоподборка как раз тех работ, которые уже прошли, которые уже, ну, не скажем, что забыты, но миновали. Давайте как-то посмотрим, что же было, что самое такое яркое, ну, и как-то прокомментируйте. Вот мы видим... Это фотопроект «Аква», то есть, тоже один из первых фотопроектов. То есть, связано с ладой, не боявшейся, я так понимаю, смелые девушки, которые не боялись как-то испачкать себя. Вот фотопроект «Дрифт», который проходил 24 мая, то есть, тоже такой яркий, дерзкий проект с машинами, именно с боевыми, то есть, подобраны были боевые машины, участники соревнований непосредственно. То есть, это уже московский фотопроект «Ажадор». В чем суть? Красивое платье. Красивое платье. Красивое платье, собственно говоря, красивая девушка и умелый фотограф. Вот, пожалуйста, результат успеха. Да, фотопроект «Маскарад», тоже такой... Очень такой дерзкий, я бы сказала, фотопроект. Нежная, я так понимаю, что это сирень. Да, это «Лилак Фэнтези», тоже московский фотопроект проходил. Тоже он очень интересный, красочный, весенний. Это Нина Ричи, всем известная, популярная везде. Хорошо, а хочу к Павлу обратиться. Ну, собственно говоря, фотопроекты, я так понимаю, да, это все равно некие рамки какие-то. Вот фотографы в этих рамках легко ли работаются? И вообще, как рождаются идеи лично у вас в коллективе? То есть, это инициатива фотографов, инициатива, опять же, моделей, которые хотят провести. И как фотографы работают, действительно, в таких рамках, ну, с командой, которую каждый видит по-своему? Комфортно, комфортно работать, да. Не было таких споров, потому что нет, не хочу, какой ужасный мейк, такого не было? Нет, ребята профессиональные, то есть, подготовка идет хорошо. Ставится какая-то задача, в голове уже есть какой-то сюжет, осталось только красиво сфотографировать в нужном образе, да. Хорошо, у нас продолжаются, да, фотографии, как раз можно как-то комментировать, ну, девушка лошади. Да, и вот девушка змеи. Девушки змеи. Слушайте, что у вас вообще только не было уже? Ну, как бы идеи... Проводятся фотопроекты? Каждый выходной в московский фотопроект, и в Самаре стараемся каждые две недели. Каждые две недели, ну, каждый месяц так точно, по крайней мере, да, это можно сказать. А лето все-таки это та пора, когда легче, я не знаю, вызвать на фотопроекты, на какой-то эксперимент, потому что летом, мне кажется, хочется как-то такое, что-нибудь интересненькое. Или нет, или наоборот? Трудность есть, потому что дорогие девушки уезжают в отпуска, как бы их становится меньше, но все равно, как бы, пленер, девочки любят цветочки, то есть на свежем воздухе, почему бы нет. Ну, разнообразие локаций летом, конечно, зимой мы немножко скованы в помещении. Студии, да, студии. А опять же, девушки, да, мы говорим модели, но это не профессиональные модели, это модели, которые, ну, просто хотят как-то какие-то интересные, красивые фотографии, как-то интересно попробовать себя в другом образе. Вот как работается все-таки? И при том, что там, я так понимаю, за один день вам приходится работать в одних, скажем так, в одной сфере, да, с несколькими девушками. Как? Как? И надо же увидеть в каждой индивидуальности? Да, ну, нет, комфортно работает, я не знаю, что сказать. Ну, Павел просто, как бы, мы с ним работали, как бы, в качестве фотографа, я модель, как бы. Скромничай, да, Павел? Да, он скромный. Ну, просто, как бы, он умеет подбирать нужные позы, и с ним работать очень комфортно, в плане того, что сначала идешь и трясешься, как же, я же не модель, я же не умею позировать. А потом просто Паша говорит, встань-ка так, ножка вот так, ручка вот так. И как бы все, и снимки радуют очень. У нас в студии совсем скоро появятся и другие фотографы, которые расскажут свои секреты, небольшие мастерства, как же они работают. Действительно, очень интересно. Мне кажется, каждый фотограф, каждая модель, она видит как-то по-своему, да, все это. И с одного фотопроекта можно посмотреть, действительно, несколько разных работ, хотя, кажется, в одной локации, да, в одной декорации, но разные фотографы и уже разные работы. Кстати, на одном фотопроекте работает один фотограф, либо несколько? Как вообще находите команду? Либо у вас уже такая она основательная, в которую ходят, там, визажист, опять же, оформитель? Да, у нас постоянная команда, с которой мы работаем, как бы, и стараемся не изменять ей, то есть, как бы, преданно дружным коллективам. Да, меняются только модели и тематики. Хорошо. Что ж, вам спасибо большое. Давайте еще раз напомним, что ожидать в скором будущем для наших телезрителей, которые захотят себя как-то проявить в других образах? Ну, фотопроект с байками, авиаретом. Фотопроект с байками, когда ожидается? 28-го числа. И 4-го у нас должны быть самолеты. 28-го числа, собственно говоря, совсем скоро. Еще возможно попасть? Да, конечно. Места не все заняты? Не все фотографы разобраны? Хорошо, 28-го числа фотопроект с байками и 4-го числа? Самолеты. Самолеты, авиация, девушки, если хотите себя. Ну, не только девушки, мне кажется, да, мы все-таки и молодых людей. Мы приглашаем всех. Молодых людей приглашаем. Если хотите себя попробовать в роли стюардесса, либо пилота, то пожалуйста. Милости просим. Спасибо большое, что были у нас, собственно говоря. Что ж, а мы смотрим небольшой такой сюжетик, с каким же литературным героем ассоциируются жители нашего города. Я вот, к примеру, когда задаюсь этим вопросом, думаю, что с какой-нибудь, наверное, все-таки Диснеевской красавицей. Ну, пусть будет так. А что же они придумали? Давайте посмотрим и вернемся в студию. Ну, я бы хотел быть похож, наверное, на Робин Гуда, известного литературного героя, так как он помогал бедным, отнимая у богатых. В общем, такой он был добрый герой, положительный. Мне он очень нравится. Из современной? Ну, я не уверена, что кто-нибудь знает. Это не очень известная книга. Автор Скарли Томас, персонаж Эриэл. Вот. Она научилась перемещаться по сознаниям других людей. И это очень круто. Она делает вещи, которые приведут ее к плохому концу, но она не перестает, в общем. На кого хотела быть похожа? Ой-ой-ой-ой, это тяжело совсем. А любимый литературный герой? Не могу сказать, какой любимый. Не могу сказать. Ну, разные периоды, на разных героях. Ну, вот это меньше всего, что я ожидала сейчас услышать, такой вопрос. Я не знаю. Я бы хотела, скорее всего, быть кем-то вроде Нимфелима. Это полуангелы, полулюди. Вот. Клэри из Орудия Смерти, Город Костей. Я бы, наверное, на нее хотела быть похожа. Она, кстати, рисует так же, как и я. То есть я ее очень люблю. Скорее всего, из современной литературы я бы оценивал себя как Нед Старк. Вот. А из классической, как Фауст. А чем похоже, почему? Ну, как бы, я понимаю, что у каждого человека есть две стороны, хорошая и плохая. Вот. И Фауст отражает обе эти стороны. А Нед Старк, он отображает только одну сторону справедливости и честь. И вот, как-то всегда стараюсь вести себя честно, никому не лгать. Фото летом. Так зовется тема нашего сегодняшнего эфира. Ну и, конечно же, традиционно разыгрываем для вас какие-нибудь интересные призы. Вот, к примеру, сегодня это два билета на спектакль «Чайка», который состоится в Самарской площади в эти выходные. Спектакль по Чехову. И, собственно говоря, вопрос будет связан именно с этим замечательным писателем. Назовите один из псевдонимов Александра Павловича Чехова, Антона Павловича Чехова, извините, пожалуйста, которым он подписывал свои рассказы. Ну и четыре варианта ответа. Это человек без желудка, человек без селезенки, человек без юмора, либо человек без сердца. Вот так коварно он себя называл. Как же он себя называл? 202, 11, 22. Как же он подписывал свои рассказы? Милости просим. К нам за ответом, собственно говоря. Ну и получите два билета на замечательный спектакль. Тем временем я вам представляю наших сегодняшних гостей новую тройку игроков, скажем так, три очарительных девушки. Я бы сказала, что все они модели, но нет, два из них фотографа. Это у нас Ольга Белова. Оля, здравствуй. Здравствуйте. Анастасия Яснова, правильно? Да, я снова. Здравствуйте. Фотограф. Ну, на самом деле, такая ясная, то, что хочется назвать по-другому немножко. И Екатерина Юшина, модель. Собственно, Грег, которая работает, опять же, в паре, да, с у нас, с Анастасией. Ну, можно сначала все-таки к Ольге, адресуя свой вопрос. Оль, скажи, пожалуйста, как давно ты в качестве фотографа вообще выступаешь, скажем так, на самарской сцене? Ну, честно сказать, не совсем давно, но где-то года три я уже работаю фотографом в Самаре, в Самарской области. Вот. С таким понятием, как фотопроект, именно не фотосессия, а фотопроект, как давно знакомо, как давно экспериментируешь в этом направлении? Ну, в этом направлении, в принципе, я участвовала как фотограф в других проектах. Ну, это где-то год. А сейчас, на данный момент, я решила попробовать силы и организовать свой фотопроект. То есть не просто как фотограф приглашенный, а как фотограф именно, который организует полностью от и до свои проекты. Да. А что планируется в скором? Ой, планируется шикарный, шикарный проект, который я назвала «Цветные сны». Почему цветные сны? Потому что это красивые, пышные, шикарные платья, красивые девушки, красивая студия. И в своих снах мы всегда себя видим в каких-то нереальных, воздушными, да. И поэтому мне захотелось вот как-то вот это вот и лето, и нежное, и платье, и все вот как-то вот я организовала, и в совокупности все называла вот таким вот. «Цветные сны». Да. Очень интересно. А когда состоится все мероприятия? 5 июля. 5 июля. То есть совсем скоро, в принципе, уже можно поспешить нашим девушкам. Опять же, девушек, да, приглашаем? Это все-таки женская автосессия. Если платье, пышные, женская автосессия, приглашаем девушек 5 июля на автосессию «Цветные сны». Если хотите действительно увидеть сон наяву, скажем так, то милости просит. Я думаю, мы твои работы еще оценим чуть-чуть попозже, потому что действительно за три года, хоть ты и говоришь, что это не такой большой срок, накопилось много интересных каких-то проектов. Ну а пока у нас есть звонок, если не ошибаюсь. Режиссер мне подскажет? Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Марья. Очень приятно. Какое у вас прекрасное, замечательное, звучное имя. Скажите, пожалуйста, вообще знакомы ли с творчеством Антона Павловича Чехова? Любите ли этого писателя? Ну, вообще-то по школьной программе знакомы. По школьной программе знакомы. Я, кстати, недавно перечитывала, поэтому, мне кажется, всем советую. Очень замечательный, остроумный, прекрасный человек, который оставил нам в наследство такие прекрасные произведения. Что ж, назовите один из псевдонимов Чехова, которым он подписывал свои рассказы. Человек без желудка, человек без селезенки, человек без юмора или человек без сердца? Человек без селезенки. Человек без селезенки. Действительно, это так. Что ж, ну, по образованию он был врачом, доктором, поэтому вот так вот тебя подписывал. Забавно. Опять же, юмор здесь присущ. Что ж, поздравляю. Два билета на спектакль «Чайка» достаются именно вам в эти выходные. Отправляете вы в Самарскую площадь. Ну и, конечно же, желаю вам прекрасного, хорошего настроения, с которым отправитесь на это замечательное мероприятие. Что ж, девушки, рассказывайте вы, как давно, Анастасия, ты знакома с фотопроектами, как давно участвуешь, ну и организуешь? Ну, наверное, фотопроекты начались где-то с Нового года, с новогодней фотосессии. Я живу на два города и в Москве и в Самаре. И когда получается, приезжаю в родную Самару и делаем это здесь. На лето, на самом деле, планируется очень много всего интересного. В этом году мне хочется поработать именно с русской природой, с русской душой, с чем-то таким, нашим настоящим, из прошлого. И все будет в этой тематике, душа просит, и девчонки, на самом деле, тоже отзываются, довольны и тоже хотят поучаствовать. А что будет? Ну, например, самые такие... Знаковые. Да, главные, которые мне было бы очень интересно сделать, это фотопроект «Русская красавица». Русские народные костюмы, макияж, атрибутика, будет очень здорово. Поля, поля, это представляет. Да, да, да. А потом фотопроект к празднику Ивана Купала. Это веночки, свечи, костер, озеро, гадание, такая потрясающая атмосфера. Это уже совсем скоро, буквально, Иван Купал. 7 июля, мы тоже планируем на 5-е, вот, где-то в этих числах. В Москве уже провели, тоже сейчас фотографии в обработке, скоро будут. Хорошо. К Екатерине хочу обратиться как к модели. Вообще, как решились прийти на фотопроекты? И опять же, такой же вопрос, потому что действительно фотопроекты – это некие рамки, да? Это некая уже обособленная тематика. Всегда ли подходит эта тематика? Как ты выбираете под себя? Либо, наоборот, прям вот хочется как-то что-то свое внести? Вы знаете, просто очень хочется красивых фотографий. И когда, конечно, идет предложение, это невозможно. И не надо думать, чтобы такого сделать. Вот генератор идей – это потрясающе. Когда потом просматриваешь, душа радуется. Потому что в обычной жизни не получается красивых фотографий. Есть какой-нибудь такой образ, который еще не смогли реализовать, но прям очень сильно хочется? Я думаю, да. Очень хочу с двумя доберманами сфотографировать. Да, да, с двумя доберманами. Вот прям мечта. Сделаем? Открывается, конечно, сделаем. На программе все тайны. Вот это. Я хочу передать привет нашей ведущей Инге Пеннер, потому что сделала на фотосессию шикарнейшая фотосессия. Просто если вдруг ты смотришь, мы все восхищаемся, всем телеканалом. Это прекрасная фотосессия. Эти два добермана как раз были в кадре, и она в таком платье, которое отображает эпоху старинного времени. Это просто шикарнейшая фотосессия. Да, да. Этого и хочется. Я думаю, многим захочется такое реализовать. Оль, я так понимаю, что, кстати, ты с собаками, я тоже когда смотрела какие-то работы, с собаками тоже работала. Как, кстати, работала? И с собаками, и с лошадьми. С собаками очень интересно, очень здорово, большие эмоции. Они, это были собаки-хаски. Они очень веселые, подвижные, их хочется обнимать, тискать. И, ну, замечательные. Если кто-то хочет положительных эмоций, это вот как искупаться с дельфинами, да, получить такие заряды положительных эмоций. То же самое. Это вот собаки-хаски, лошади. Ну, лошади, конечно, не так, как вот. Лошади все-таки не такие эмоциональные. У нас есть эти фотографии, как раз сможем как-то отследить, посмотреть, какие были уже фотосессии, фотопроекты интересные, реализованы тобой. Ну, вот, ладно, без ложной скромности. Это, да, я вам представлю, это как раз наша телеведущая, или, как сказать, Юлия. Изображена она этой съемке, летящая, парящая, красивая, шикарная. Юля у нас не только потрясающе ведет программы, но и вот замечательный человек, позирует. Я ожидала, на самом деле, для меня сюрпризом эти фотографии стали, потому что Ольга не сказала, что принесет именно их, вот не ожидала. Да, это для тебя подарок. Это просто очень красиво, что-то такое парящее, летящее. Да, мне очень нравятся девушки, мне нравится снимать их нежность, красоту, грацию, какие они вот воздушные, летящие. Ну, просто девушки все красивые. Мне кажется, красота, она всегда, да, действительно, уже оболочка чуть-чуть придать, и уже красивая фотография получится. Хочется всегда показывать глаза девушек, потому что глаза все-таки это наше зеркало души, да, и вот цветы, глаза, вот все, вот образы. Это, мы видим, как раз свадебное, я так понимаю, да? Да, это свадебное, да. То есть, как бы я и фотограф, и свадебный, это я участвовала в проекте «Восточная сказка», вот, то есть... Как раз как приглашенный фотограф, который смог запечатлеть такие вот интересные, красивые, как картинки, действительно, какие-то открыточки. Да, ну, поэтому фотопроекты, они чем отличаются, что от обычной фотосессии? В обычной фотосессии люди сами все готовят, да? Да, одежду, как бы я могу намекнуть, я могу подсказать идеи, подсказать, где мы будем с вами фотографироваться, но не будет такого все подготовлено, как на фотопроекте. Фотопроект, он отличается тем, что мы готовим все от образа, да, от аксессуаров, от платьев, от одежды, от места. То есть человеку нужно просто прийти с хорошим настроением и потом получить шикарные фотографии. И опять же не заботиться, как мы уже сказали, не заботиться ни о чем не думать, потому что будет и макияж, будет и прическа. Да, прически, да, и красивая одежда, то есть вот это, конечно, собаки, это просто шикарные. С глупыми, добрыми глазами, да? Но с ехидными улыбками, что хочу сказать, я, кстати. Это был фотопроект «Ангел», то есть снимали тоже красивых девушек. Такой патч-ангел, я бы сказала, на самом деле. Да, да, да. Слушайте, интересно, хорошо, хочу спросить у вас, как все-таки контактируете именно с визажистами? Потому что действительно команду надо набрать, да? И это не просто так. Как вот вообще какой-то контакт происходил? Легко ли идут на контакт визаж, именно прически и так далее? Опять декор? На самом деле вот мне повезло, я тоже работаю постоянно с одной и той же командой, что в Москве, что в Самаре. У меня ребята, которые уже несколько раз проверены и делают потрясающие какие-то вещи. Да, и поэтому мы вот всегда одной командой стараемся, чтобы уже клиентам предлагать что-то, что точно будет красиво, что в чем мы уверены и что точно будет здорово смотреться. Да, и, конечно же, очень приятно сотрудничать, потому что люди — это мастера своего дела, тонкие. Замечательно. А какие были уже проекты вами реализованы? Впереди, да, у нас какие-то такие с русской тематикой. А что было уже? А что было? Например, в Самаре вот недавно прошел фото-проект 3 мая. Вот Катюша у нас участвовала с мужем. Фото-проект «Дыхание нежности» назывался. Мы планировали поймать цветочьи сады, но как природа с нами немножко не согласилась. Если с пейзажистом, да, можно согласиться, то с природой здесь уже труднее. Да, и получилось так, что сады не зацвели, к сожалению, но мы вышли из положения, сделали это на такой полянке в лесу, очень красиво все украсили, декор сделали, и, по-моему, получилось неплохо. Шедеврально. Шедеврально, да. Что? Мы узнали, да, то, что Иван Купала есть русская красавица. Что-то еще? Что-то еще обязательно, фото-проекты в полях мне хочется сделать. Все так же, такая же тематика в цветущих, с цветами, и уже с сеном. С сеном много идей, разные тоже декоры, но такой минимальный. Хочется именно на природу сделать акцент, потому что я больше всего это люблю. Оль, есть что-нибудь еще из идей? Ну, к примеру, да, сейчас пройдут сны замечательные, прекрасные. Вот, что будет еще? Что вообще, что хочется такого дерзкого замахнуться бы? Мне хочется очень почему-то, вот, не знаю, после вот цветных снов, после вот этого, почему-то мало обращаем внимания на девушек, как бы сказать, в форме. Мне хочется сделать какой-то проект именно для полных девушек, чтобы они себя почувствовали красивыми, чтобы они не замыкали себе. Ну, как бы, то есть, как бы, ну, в основном приходят все девочки худенькие, да, красивые. Они понимают, что они красивые, и они не стесняются, приходят. Но остальные, как бы, девушки почему-то, ну, не идут. Поэтому мне хочется, как бы, сделать такой проект в будущем и показать этим же полным девушкам, что они тоже красивые. Что пышность, это тоже красота, это действительно формы. Многие, наоборот, добиваются, хотят, и мужчины многие это одобряют. Очень интересная идея. Я надеюсь, что ваши все творческие планы, конечно же, пройдут на ура, все реализуются. Вам прекрасных фотопроектов, вам прекрасных фотопроектов. Ну, и, конечно же, хороших, замечательных моделей. Ну, как бы, наш замечательный Екатерина. Что ж, мы смотрим небольшой сюжет, и после возвращаемся в студию. В Самаре, ну, я считаю, да, это достаточно такой крупный город, и достаточно ярко провести отпуск можно. В основном это за счет Волги, потому что это такая большая река, на нем можно там и скутер покататься, и что-то еще, и поплавать. Вот. Ну, также создаются множество таких фирм в нашем городе, которые именно этим и занимаются, насчет отпуска. Дело в том, что просто я не работаю, поэтому для меня слово отпуска как такового не существует. Поэтому не могу ответить на этот вопрос. На самом деле это все зависит от компании, я считаю. Я, конечно, не была ни разу в городе все три месяца, но, пожалуй, мне кажется, нет. У нас нет достойного такого времяпровождения для взрослых людей. В Самаре можно. Есть места хорошие, я считаю, за Волгой. За Волгой можно там очень хорошо отдохнуть, и природа хорошая. Вот, на Волгу выходите, отличный отдых, конечно, можно отдохнуть. Да, конечно, у нас прекрасные места, не только набережная. Вот. Сейчас вот шли, буквально только об этом вспоминали. Мы каждый год ездим на Васильевские острова с друзьями, на рыбалку. Отдых шикарный там. Вообще природа изумительная просто. Ну и Самарская у Лука и так далее. У нас очень много прекрасных мест, и ездить не обязательно никуда. Ну, я считаю, лучше в Самаре отдыхать в родном городе. Хоть на набережной, хоть где. По старому городу пройтись тоже неплохо. У нас очень много красивых мест вообще. Наша Самарская область, мне кажется, вообще и Волга, на Волге очень красиво. И леса, и турбазы, и санатория. Да, я считаю, что необязательно выезжать куда-то, можно отдохнуть здесь. Ну, не пляжный отдых, а городской отдых, посмотреть достопримечательности, узнать историю места. Я предпочитаю, ну, что-то типа туризма. Вот прошлый год я была в Лазурный берег, у меня там Монако, Ницца был, значит, Сан-Рема, Андорра, ну и Испания, на берегу моря. В этом году не знаю, я стала пенсионеркой, поеду или нет, еще не знаю. Походы люблю, люблю рыбалку, люблю различные велопрогулки. Путешествия по мере возможностей, то есть Кипр и так далее, море. Я предпочитаю природу, предпочитаю. Обожаю природу, обожаю ездить за Волги на турбазы, это просто чудо. Абсолютно разный. Ну, в основном, это поездки за границу, какие-то культурные центры или просто пляжный отдых. Какой-то познавательный. Наверное, более пассивный. Например? Ну, полежать на пляже, позагорать, море, красное море, дайвинг, острова, с масками ныряни, просто не дайвинг, а так вот. Путешествия, там, не знаю, с палатками, просто плавание, рыбалку, все. Можно ли в Самаре провести свой отпуск? Я считаю, конечно же, можно, ведь планируется так много интересных, ну, к примеру, фотопроектов, о которых как раз мы сегодня и говорим. Прежде чем представить наших гостей, задам вопрос вам, дорогие телезрители. Разыграем мы два билета на представление «Советский цирк». Сегодня уже состоится это мероприятие. Ну, и вопрос мой так, как переводится с французского языка слово «аттракцион»? Это притяжение, это соединение, либо это тяга? 202, 11, 22. Все варианты ответа именно по этому телефону нам передавайте. Что ж, знакомьтесь, у нас в гостях еще одни из организаторов фотопроектов. Это у нас Дарья. Дарья, здравствуйте. Ирина. Здравствуйте. И Кристина – оформитель фотопроектов «Дизайнер». Ну, по ней видно, она в таком очевидно милом кладице, то, что наверняка связано именно с декором. Рассказывайте, пожалуйста, что планируется от вас на ближайшее время. Ближайший наш фотопроект – это воздух. Воздушные шары, пышные юбки, радость, счастье. Девушки будут. Мы специально для каждого фотопроекта шьем одежду. Это наша такая маленькая фишечка. Поэтому будут корсетики, пышные юбочки, шарики, ну и еще несколько секретов по декору. Мы, которые все-таки держим пока в секрете. Когда? Так, 26 июля. Вы выступаете в качестве именно организаторов или в качестве фотографов вообще? Мы все фотографы, но мы организуем и фотографируем, в принципе, потому что нам нравится все. Нам нравится быть моделями, нам нравится быть фотографами, нам очень нравится быть. Просто нравится эта индустрия. Да, да, это очень здорово. Хорошо, давайте с вами посмотрим, какие фотопроекты уже были реализованы. Я так понимаю, сколько вообще, кстати, уже времени занимаетесь этим? Мы занимаемся где-то с весны этого года. То есть у нас уже реализовано два проекта. Первый – это был проект «Сказка». Давайте посмотрим, дорогие наши режиссеры. Сейчас нам включат, собственно говоря, несколько… Это как раз второй проект. Это второй проект. Давайте-то с него начнем, они потому что могут быть в перемешку. Это был… Это проект «Нимфа», он прошел в… Парке молодежном. В прошлые выходные, буквально. То есть это вот прям свеженькое, да? Вот так, да, только-только. Только-только. Я так понимаю, то, что как раз украшала, оформляла… Декор, да. Кристина, правильно? Да. Кристина, как вообще, как долго думали все это? На том, что какие-то прям на самом деле целые свадебные арки, а не просто проекты. На самом деле думали не очень много, все как-то в процессе пошло так. Плюс хотелось сделать, чтобы было очень много каких-то цветов, все такое нежное, красивое, лес, нимфы. Поэтому все возникло сразу, и не было каких-то проблем, чтобы придумать локации. Все получилось очень быстро, легко. Это как раз у нас с нимфой. Да. Сказку, которую мы здесь увидим, как пришла идея, и в чем была ее цель? Идея приходит таким образом, что сами хотим, то есть чего бы мы хотели, как бы мы хотели сфотографироваться, в каких образах нам интересно фотографироваться, то мы и устраиваем для девушек. И обычно это совпадает? Да, да, чаще всего да, потому что, ну, наверное, мы все одинаковые девушки, все любим фотографии. Для моделей, для девушек, которые, собственно говоря, приходят на фотопроект, это ясное дело, что дает. Это дает необыкновенные какие-то эмоции, много фотографий и так далее. А вот для, к примеру, опять же, визажистов, фотографов, которые, быть может, привлекаете, да, как в качестве приглашения, что это дает? На самом деле это дает те же эмоции. У нас приходят фотографы и говорят, как здорово поучаствовать в таких интересных проектах. У нас визажисты сами просятся уже на данный момент, хотя мы и приглашаем, конечно, есть какой-то уже сформировавшаяся такая группа, которых мы уже знаем, мы их приглашаем. Остальные к нам просятся. Поэтому, как бы, это эмоции, это общение. Потому что на проекте всегда много народу, и это всегда очень весело. То есть творческим людям есть о чем поговорить, и действительно это интересно. Не только моделям, как мы считаем, то, что, ох, хочется красиво творить. Фотографы знакомятся с визажистами, они потом сотрудничают. То есть это все взаимосвязано очень. Это как раз, мы так понимаем, проект «Сказка». Это были какие-то такие сказочные девушки, да, опять же, из мультиков. Принцессы. Всеми нами, да, принцессы, всеми нами любимые. Хорошо, Кристин, вас как у оформителя, да, но и как у фотографа, рассказывайте, как долго вообще, что, точнее, будет ожидаться на этом фотопроекте, который совсем скоро, да, вот стартует. Ну, и что будет интересненького от вас? Ну, некоторые секреты я пока не буду рассказывать, потому что можно записаться и как раз увидеть, что будет. Как Даша уже озвучила, у нас будет очень много шариков, будет очень интересная одежда, и причем эта одежда будет подходить не только, опять же, худеньким, стройненьким моделям, но и, ну, так сказать, девушки в формах, да, но опять же, с очень красивыми формами тоже смогут поучаствовать, как и в предыдущем нашем проекте, потому что платья мы шили так же, чтобы они подходили всем. Будет интересно всем. Что ж, я напоминаю нашим телезрителям, что у нас разыгрывается два билета на представление «Советский цирк». Вопрос звучит следующим образом, как переводится с французского языка слово «аттракцион», притяжение, соединение, либо тяга, 202-11-22. Звоните, не стесняйтесь, ну, потому что осталось не так много времени до конца эфира, а билет ждать, как говорится, не будет, ждет именно вас и только вас. 202-11-22. Ну, а я пока к девушкам обращусь с таким вопросом. Есть ли что-нибудь, не то, что планируется, а вообще в идеях, что-нибудь такое прям вот, ну, экстраординарное, что-то такое прям вот, ну, не знаю, изрядово выбивающееся? Пока нет. На август планируется проект, которого еще ни у кого не было. И все, здесь пока точка. Сохраним интригу. Сохраним интригу. Но, опять же, для девушек, быть может, для мужчин? Нет, а то для девушек. То есть август будет только для девушек. Зато вот сейчас, в июле, можно будет приходить парами, потому что вполне подходит для Love Story. Эта сессия будет проходить на площади Куйбышева, на набережной, в общем-то. Мы приглашаем не только девушек, но и... А какого июля? 26-го. 26-го. Ой, слушайте, у меня тебе рождение скоро, я сделаю тебе такой подарок, наверное, мне кажется. Что ж, приуроченный к этому замечательному фотопроекту и к празднику. Что можете, не знаю, пожелать тем девушкам, которые наверняка в ВКонтакте, в социальных сетях, в других, да, как-то смотрят какие-то объявления, афиши о фотопроектах, но вот стесняются, но не приходят. Что можете сказать им? Я как фотограф очень часто встречаюсь с тем, что у девушек, у них как-то они себя боятся, они переживают за то, что они будут некрасивыми. На самом деле это такие все предрассудки, не хочу сказать комплексы, но они действительно комплексы. Все девушки прекрасны, фотосессия дает это понятие. А фотограф увидит вашу изюминку. Мы же получили звонок от нашего телезрителя. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, уважаемый наш телезритель. Здравствуйте, меня зовут Динара. Динара, очень приятно. Рассказывайте, пожалуйста, как же переводится с французского языка слово аттракцион? Притяжение. Притяжение. Ну, слушайте, действительно так, быть может, французский знаете, изучаете? Я изучаю английский, но с французского знала это слово. Хорошо, ну я вас поздравляю. В любом случае, два билета на советский сыт достаются именно вам. Хочу вас помочь с таким вопросом. Вообще, сами-то любите фотографироваться? Какой образ хотели бы на себя примерить фотографии? Есть что-нибудь такое? Конечно, люблю фотографироваться. Хотела бы попробовать с свинками фотографии. С свинками с фотографией. Хорошо, что ж, ну вот, пожалуйста, сегодня вся передача была посвящена, собственно говоря, любителям пофотографироваться. Но я думаю, это каждой девушке интересно все-таки себя увидеть красиво на фотографии. Поэтому выбирайте. Так много было сегодня фотографов и интересных идей, то, что выбор действительно есть из чего. Мы же, как фотографы, точнее, вам советуют не стесняться в любом случае записываться, приходить. И я правильно понимаю то, что в любом случае фотопроекты, это, еще поговорим о выгоде, это намного выгоднее, чем именно фотосессия. Да, для модели это действительно намного выгоднее, потому что получается полный комплекс услуг, да, это и фотограф, это и визаж, это и прическа, и одежда, в нашем случае одежда. Поэтому для модели она приходит, и у нее уже все готово, то есть за нее уже подумали и сделали прическу, потому что у модели очень часто бывают проблемы, а как накрутить, а как накраситься, а как одеться, а тут нет такой проблемы. То есть это действительно очень выгодно. Очень выгодно и по деньгам, скажем так, да, если затронуть такой финансовый вопрос, и для себя, для своего спокойствия, для своих, опять же, нервов. Все это выгодно, все это на пользу. Что же, девушки красавицы, вам спасибо большое, что были у нас. Желаем вам тоже творческих успехов, чтобы все фотопроекты радовали не только ваших моделей, но и радовали вас, приносили вам удовольствие. Ну а вам, дорогие друзья, что же могу пожелать? Смотрите повтор передачи, записывайте время, даты и место проведения фотопроектов, думайте, куда же вы хотите отправиться, ну и, конечно же, ищите всю информацию в социальных сетях. Это сейчас все возможно. Ну или звоните на крайний случай нам, 202-11-22, мы вам все расскажем, обо всех все покажем, ну и, конечно же, предложим что-нибудь интересненькое. С вами была программа «Универсальный формат», с вами прощаюсь я до завтра, ну и, конечно же, желаю хорошего-хорошего дня. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!